Вот та герань, что летает сейчас на Украину, это очень сильно урезанная герань. Дрон отпускает бутылку, она разбивается и, соответственно, граната взрывается. Или в чашку. При помощи этой штуки бомбили Лондон. Турбореактивный двигатель, впереди какая-то лопасть, он засасывает воздух, что происходит далее. Взрывом сносило и сам истребитель. Избили американскую какую-то достаточно хорошую разработку. У него есть функция наведения на радиолокационные станции. Дешевое оружие, которого много. Вопрос, насколько в полную силу начнем играть. Друзья, привет на выпуск Люди Про. Снимаем сегодня. Вот Сергей Тавкачев видели, я уверен, видели выпуски про беспилотники. Набрали свыше 300 тысяч просмотров. А если вдруг проспали и не видели, то обязательно посмотрите. И мы сегодня говорим про Колумбию, потому что он работал в Колумбии. И, в принципе, можете на телеграм-канал сразу подписываться. Там очень много всяких новостей про дроны, беспилотники и прочее. И, судя по всему, после первого видоса ему сильно много писали всякие в госорганы и так далее. Потому что приехал он сильно замученный. Да, вроде следов наручников нет. И мы сегодня поговорим про дроны, про последние новости, скажем так, с фронта. Что там слышно. И основная часть разговора будет про наркотрафик Колумбии, кокаин, дроны, наркобароны, доставка. Как все это мутится. Субмарины уже затронем в следующем видео. Но будем говорить про беспилотные средства доставки. Всяких грузов, в том числе и наркотических, и военных, и т.д. И т.п. Но вот видишь, у меня Ангелина оператор. Кстати, у нее свой канал есть очень крутой. Можете подписываться. Мейкерс Ленд называется. И там сможете узнать, как делаются видео, как создаются YouTube-каналы, как все это монтируется. В общем, Ангелину мы тоже прорекламили. И теперь про дроны. Вот это Ангелинин дрон. Мавик. Что ты можешь про него сразу сказать? Мавик это... Теперь в руки я включу. Гениальная вещь. Это просто гениальная вещь. Потому что, что смогли сделать китайцы? Они смогли сделать дрон, на который может летать каждый. То есть, по вычислительной мощности, вот это вот примерно на уровне компьютера начала 2000-х годов. Даже, наверное, середины. То есть, стереозрение камеры спереди, снизу, сзади. То есть, 5 камер на 6 получается. Но я к тому, что он летает не просто тупо по лидарам, по каким-то ультразвуковым сигналам отражениям. Он распознает препятствия, у него очень много паттернов в мозгу, соответственно. Он не втыкается в стены. Он получает с пульта только команды, куда ему лететь, как лететь, он решает сам. Сколько он стоит? Я даже не знаю. 100 тысяч рублей. Это, наверное, до войны. До войны 100 тысяч, да. Сейчас-то подороже. То есть, вот это, например, повторить, это задача, если вот так вот. Безграничный бюджет. Но я думаю, что годик работы. Уже с имеющимися, в принципе, знаниями, и тому т.д. Ну, принципиально знаний-то никаких секретов здесь нет. Это просто нужно сделать. Но вот сделать и отладить, так же, как я в прошлом видео говорил, что основная задача не сделать, а отладить, чтобы он работал. Чтобы он работал на исключение, чтобы, например, он там не реагировал, вот, то, что ты говорил, на водопады, на какие-то препятствия. Мог их распознавать, допустим, чтобы он там не путался, например. То есть, отличал, там, дерево от рисунка, условно, дерево. Вот какие-то такие вещи, вот, его поведение в полете, оно будет более предсказуемо. Я смотрю, эти еще лопасти такие, они вот, видишь, независимые. Я думал, она прям летает, такая монолопасть, она прям как это независимая. Складные? Это, кстати, такая известная вещь, они раскладывают с антробежной силой и летают. Ну, потом в процессе там полета они вот так не делают. Чисто прямо всегда стоят, да? Да. Интересно, так же я их могу вот прям в любую сторону загнуть? Ну, они бакируются. Пластиковые? Да, это пластиковые. Почему пластиковые, а не стальные какие-нибудь? Потому что крутящий момент. У тебя так же, как в автомобиле, у тебя чем легче колесо, тем легче разгоняется. А так как дрон регулирует свое положение оборотами, ему очень важна преемственность. Это, кстати, причина, почему не бывает дронов с двигателями внутреннего сгорания. Они слишком медленно набирают обороты. Ну, а эти иранские шахиды там все эти? Не, я имею в виду квадрокоптеры. Вот именно коптеры не бывает. Только если с одним винтом, и то регулировка тяги там происходит шагом винта. Не двигателем, не оборотами. Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке. Который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, FIO или номеру авто. Анкеты в инстаграме, вконтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP адресу или биткоин кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворят. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Ну вот как, например, история этих шахидов, типа они сбили американскую какую-то достаточно хорошую разработку и просто смогли разобрать на запчасти, изучить и повторить. Не совсем. То, что они повторили американскую, это не шахиды. Это совершенно другой дрон. Загрузчик он называется, он круче. Шахид это концепция израильского дрона, а-ля там вообще лохматых годов, именно дешевые одноразовые ударные кроватые ракеты. В принципе, это возврат к истокам, потому что там условная Фау-1, немецкая, времен Второй мировой войны, это вообще та же самая история. То есть дешевый реактивный двигатель импульсный в виде трубы с защелкой. То есть он работал на взрыве. Вкачивался смесь, взрывалась, здесь защелки захлопывались, выход назад импульсами. Очень ненадежная штука, но для одноразовой вещи работала. Автопилот, построенный программный устройство, там было прикольно, там был диск с дырочками. Ты про Фау сейчас, да? Да, Фау. Он вращался часовым механизмом и через определенное время контакты проваливались в дырочки или поднимались. Таким образом записывалась программа полета. Спустя какое-то время повернуть на 20 градусов, она поворачивала. И они при помощи этой штуки бомбили Лондон. Так ее программировать, прикинь, как сложно, по сути-то. Ну да, но такие диски, они были вот в комплекте, например, вот пенемюнде ударить по Лондону. Или с пенемюнде, там, с другого по Лондону. То есть вот этот вот маршрут был записан. В принципе, в том же калибре сейчас он так же работает, только там флеш-память. А тогда это типа перфокарты образные, да, чтобы мы понимали? Ну да, кстати, перфокарта тот же принцип, только там светом дырочки. А здесь чисто механические контакты, вот она как пластинка ехала, и они чуть-чуть переключались, и ракета летела. Но у нее точность была такая, что вот попасть в Лондон, неважно куда, главное, что в Лондон. И скорость небольшая, и сбивали истребителя. То тоже, как и в этом конфликте, периодически бывало, что взрывом сносил и сам истребитель. Если он слишком близко подходил, стрелял по ней, она детонировала. Ну вот эта вот как бы разработка уходит корнями еще вот в 43-44 год. Сейчас это сделали проще, сделать это проще, больше программных средств. Там двигатель же какой-то двухтактный, как в мопеде, там почему их мопедами называют, что она типа тарахтит. И я читал недавно, буквально позавчера, что 7 тысяч долларов себестоимости в ранее изготовлении этой штуки. Охотно верю. Ну вот смотри, двигатель на Алиэкспрессе, оригинальный Мондо, с которого иранцы содрали вот этот свой двигатель и выпускают его полностью сами, он стоит 1200 долларов на Алиэкспрессе. Ну точнее, скорее всего, это китайский клон, но вот цена розничная. А если его пускать самому, ну это долларов 500. Я на канале разбирал полностью герань вообще до гайки, потому что наши украинские товарищи подготовили много фотографий, обломков, все там прям для изучения было очень хорошо. И электронику все разбирал. И, кстати, основной вывод, который я и другие ребята сделали, что вот та герань, что летает сейчас на Украину, это очень сильно урезанная герань. Потому что там по проводке, по блокам, по соединительным коннекторам, там четко видно, что там очень много чего не хватает. То есть у нее на борту еще там электроники, блоков и всяких вот средств активного подавления, там должно быть гораздо больше. Так а почему экономят или не успевают? Они все кузы выкладывают сразу. То есть гераньки смеяться не стоит, это опасная штука. В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hove и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы. Начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные кампании по доставке и покупке за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. Иранцы, тоже я там нагуглил, иранно-пакистанский форум на фарси, через переводчик его почитываю. Вот у них там проскакивают отчеты с учений иранских, где, например, герани ходят роем. Где герани ходят роем с Асашем, по-моему, его зовут. Это более навороченный аппарат, тоже аналоги ранее, камикадзе. Но у него есть функция наведения на радиолокационные станции. То есть он их, ну так же как Hellfire, вот ракеты вот эти он пеленгует. И даже если станция выключилась, он сразу запоминает, где он ее запеленговал и идет на цель. Соответственно, обычно пускают герани, а Саши кучей. Ну, по-моему, он так называется, могу ошибаться. И, соответственно, герани идут на цель. Даже если половину сбили, а Саши уже выловили эти ЗРКшки. И уже, опять же, кучей идут на ЗРК. А тот же Патриот, это четыре ракеты. Пять а Саши пускаешь, гарантированно он их снесет. Ну, другое дело, что у этих Патриотов батарей на разном расстоянии, их дофига будет стоять. Естественно, там будет не четыре ракеты. Тридцать для ракеты. Уже шансом менять. Десят от Саши, все, Патриотов не будет за один налет. Ну, вот Путин говорит, мы их типа пощелкаем там, как орешки. Но они же также говорили и про Хаймарса и так далее. Что-то пока что-то, каких-то видимых подтверждений-то нет. Посмотри, то, что мы играем в полсилы, это есть такое. И то, что более-менее начали играть вот только после Крымского моста, это тоже понятно. Вопрос, насколько в полную силу начнем играть. Насчет орешков, ну, это понятно, что для внутреннего потребителя бравурные речи, это в любой политиках произносит. Но то, что средства вынести это все у нас есть, да, они есть. Но все равно непросто, да, потому что Патриоты ино-самсы, я насколько знаю, они охраняют Белый дом и так далее. Это какие-то критически важные точки. Ну, а по другому дому кто-нибудь калибрами бил залпом, например, никто же не проверял. Но все равно это, наверное, такое, да, израильские эти вот-на-самс плюс Патриот, это все равно, наверное, самые современные на сегодня комплексы, которые есть. Ну, смотри, вот, например, есть израильский железный купол, он очень эффективен, но его тоже пробивают. Пробить можно все, что угодно. Любая ЗРК, любое ПВО, оно имеет допустимый процент сбития и оно по-любому пропустит. То есть, если там идет одна ракета и хорошо организованная ПВО, она не пролетит. Если их идет РОЙ, да еще среди них идут ракеты, которые способны выносить непосредственно радары, то тут уже не факт, кто победит. Ну, вот мы считали, опять же, вот сейчас в Украине поставляют батарею Патриотов. 32 ракеты заряжены. Перезарядка у них достаточно долгая. Ты просто тупо пускаешь 32 герани, ну, 35 вот с запасом, да, они их собьют. А за ними пускаешь Асаши. Все. Пока они сбивают герани, эти уже зафиксировали радары и выносят их. Там же тоже многоступенчатые. Там и гепардами, этими ЗРК, этими гепардами, по сути, сбивают. И со стрелкового оружия эти герани сбивают. Нет? С стрелкового не собьешься. Как-то я видел на каких-то каналах, там, что типа было, ну, вот с автомата сбили, там, когда они уже близко где-то на подлеске. Банкой варенье бабушка говорят, каким-то там сбил в Киеве тоже. Ну, то есть ты не веришь, что со стрелкового оружия можно сбить герань? Я допускаю, что это был один случай случайно. Пуля попала вот четко в автопилот, пробила все три платы. Теоретически это возможно. Или в двигатель? Ну, даже если в двигатель двухтакник, но ты вынесешь один цилиндр, он все равно будет работать. Так там один цилиндр есть? Четыре. Четыре? А в мотоцикле же один? Ну, там четыре. А герань-1, там, в анкеле двигателя, она поменьше. И она кумулятивная. То есть она по броне. А герань-2 она больше. 131-й и 136-й шахер. Соответственно. Короче, страшная, да, все-таки какая-то штука? Она, понимаешь, она, ну, не то, что неожиданная. Те, кто следил за темой, для них это все было ожидаемо. Но вот на практике показала эффективность дешевое оружие, которого много. В очередной раз. Потому что во второй мировой войне точно так же. Т-34 против всех пантер, тигров, выиграли те, что они были дешевые, было много. Да, их выносили, да, тигр выносил Т-34 спокойно, но их было много. Нелегко можно было их пополнять, они были очень технологичны. То же самое с геранями. Их тупо много, они очень дешевые. Просто запускаешь, ну, опять же, возвращаемся, 32 ракеты патриотов. Пускаешь 40 гераней, ну, по-любому, 12 пролетят. Даже если собьют 32, 32 ракеты, 32 герани. Все, дальше пока они будут перезаряжать, остальные пройдут. Ну, поэтому, я думаю, там украинцы, что же, Миш? И сами опытные, плюс, я думаю, инструктируют те, кто поставляет эти комплексы ПО и так далее. Наверное, по периметру усилят этими гепардами, еще чем-то. То есть, я думаю, там тоже многоступенчатые системы. Ну, это будет 100 герани. Ну, понятно. Всегда есть перегруз, то есть, какой-то уровень, когда уже все дальше не срабатывает. Тот же железный купол пробивает перегрузом. Выпускает пучком. Так они, я читал там, у меня есть до сих пор открыта большая статья, когда конфликт был у них недавно, да, когда там года полтора назад. Я прям нашел офигенную статью на Медузе или где про этот железный купол. Я думал, видос снять, что там вообще. Они действительно там берут числом, так они же выпускают по полторы тысячи там ракет одновременно. И при этом ракеты копеечные. Да, да, ну эти там такие. Да, базуки самопальдые. А даже ракеты, которые их сбивают, там дороже в десятки раз, чем вот это. То есть, опять же, с точки зрения экономического истощения, это даже выгоднее. Даже когда он сбил эту ракету, он потратил больше денег, чем те на ее изготовление. Ну, я надеюсь, мы не увидим все-таки, как летят эти сотни ракет. Уже хватит, уже прекращайте. Новый год на носу и вообще уже куда дальше можно. А вот про этот Мавик, что можно сказать, он вообще собьешь, ну если уже ты говоришь по этой, по Шахиду, тому, да, по Геране, не попадаешь со стрелкового, то этот, наверное, вообще хрен собьешь. А дистанция все зависит. Проводились тесты роевой атаки, запускали шесть дронов, масштабы Мавика, да, на четверых людей с очень хорошими навыками стрельбы. На автоматчиков? Автоматчиков. Сбили один дрон. Пять прошли до цели. Ну, то есть они на них, по сути, летели, то есть они могли их как утку подпустить там и на 20-30 метров впереди себя и стрелять. Ну, да, то есть они были в укрытии, как бы в окопе, знали, с какой стороны будет атака, потому что условие было, что они заходят с одной стороны, и вот пересечение этого окопа, это значит, что они пробили цель. Они управлялись людьми, там были обычные ФПВ, то есть полет по камере дроны, маневрировали. Ну, в принципе, если они будут управляться там автопилотом с псевдорандомом, это мало что меняет. Теоретически это проще, но на самом деле мало что меняет, то, что все равно вмотающаяся цель, там, рандом, псевдорандом, попасть тяжело. Тем более с Калаша, это ж не дробью по утке, там, на виде по нуду своей анахоп. И вот из шести дронов, которые атаковали, смогли сбить один. Аналогичный тест проводили в 96-м против БПЛА «Пчела». Советский беспилотник, такая летающая труба с крыльями, достаточно технологичный и для своего времени достаточно хороший беспилотник. Он применялся в Чечне не очень часто, ну, просто потому что там горы, там, особого смысла в таких беспилотниках не было. Но, тоже проводили тесты по его сбитию. И, если мне не изменяет память, это был спецназ, то ли МВД, ну, какой-то чей-то спецназ. Стандарты сформированы предыдущими войнами. И украинцы заявляют, что мы там, типа, ебанем и туда. Мощный высокочастотный сигнал, а-ля микроволновка. Стреляли в 14-м, 16-м, в 15-м годах. Американцы тоже знают, от кого вы скрываете. Коптеры по действующим стандартам Министерства обороны невозможно принять на выражение. Шесть человек. Снайпер, пулемётчик, остальные автоматчики. Группа. И над ними летала эта пчела. Это самолёт. То есть, это, в отличие от коптера, нет такой манёвренности. Летает по прямой, но немножко там маневрирует. Они его пытались сбить. И они в него попали всего два раза. И не привели к падению самолёта. То есть, просто пули где-то в крыло попали. Ну, мимо жизненно важных органов. Поэтому сбить беспилотник, на самом деле, из стрелкового оружия, задача очень непростая. Гепард, да. Почему он сбивает? Гепард, Шилка. Потому что это робот. Что Шилка? Шилка. Это наши аналоги, Парда, советский. Это зенитка, да? По сути, два больших пулемёта, стреляющих очень быстро. С радаром и вычислителем. Он фиксирует цель, засекает, узнает скорость полёта пули, дистанцию, траекторию движения цели. Рассчитывает точку встречи и стреляет туда, с опережением. А ну, как на охоте по утке ты стреляешь, ты что же не в неё стреляешь, а чуть спереди ты видишь. Если она от тебя улетает, то чуть выше, если она боком улетит, то чуть вперёд на метро. То есть, с сопреждением стреляют, и да, Гепард, Шилка, Шибут, и Герани, и тем более, там, ну, что, 180 км в час, это вообще не скорость. Очень медленная штука, поэтому против них, конечно, да, но у них дистанция стрельбы ограничена. Ну, два километра они могут покрыть, если там какая-то местность лесистая, и вот, если он не на верхотуре стоит, где-то там его на крышу затащили, где он отличная цель для других пакетов. Ну, в любую сторону, там, чтобы он мог стрелять. Ну, да, а вот он стоит просто на поле, и кругом посадки. Посадка на ограниченный максимальный угол. Ну, сколько, ну, два, ну, три километра он закроет, вот, кружок. Ну, свежее не поставишь каждые три километра, их столько нет. Даже шилок столько не нашлось у нас. И гепардов-то их, там, меньше сотни украинцев, то есть, ну, невозможно закрыть. Всегда найдётся какая-то вот щель, куда просочаться, то есть, ты пускаешь просто тупо 50 этих гераний, ну, 25 собьют, ну, черт с ними. Один артиллерийский снаряд стоит порядка 300 долларов. Герань стоит, ну, 7-10 тысяч долларов себе стоит. Ну, 7 себестоимость, там, допустим, ну, пусть 10 даже, но продают, почему у них покупают, ну, тысяч по 20, наверное, это минимум. А их уже делают у нас. Уже объявление есть, набор людей. А я думал, на Авито уже продают. Вы видели, кстати, да, чтобы дроны такие боевые на Авито продавались, если что, если увидите, вдруг напишите, мы, может, возьмём, купим, да, сделаем разбор прямо вот в студии здесь, разберём, как этот Мавик несчастный. В Даркнете продают, можно дживилин купить. Где? В Даркнете? Да, но только его же не разминируют, а если ты его с взрывчаткой сюда притащишь, вот, кстати, я угол-гол-гол. Ну, да. Ну, чего вон, вчера пришли, я читал в интернете, пришли эти солдаты, ну, что-то сбежали, там, мобилизованные с автоматами, прям в полицию сдались. У них 8 человек с пулемётами и автоматами, они взобрали оружие, короче, военных вызвали, их увезли куда-то, вот. Обратно служить. Да, наверное, скорее всего. А как, ну, и как тогда вот с ними борются на передовой вот обе стороны, российской, украинской, вот с такими вот штуками? В основном рэбами. Чем? Радиоэлектронная борьба. Это комплекс мер. Это могут быть как носимые глушилки, портативные глушилки, так и большие стационарные глушилки а-ля красуха. Это у нас такая система есть. Но больших систем мало. Вот сейчас украинцам подогнали французские, я насколько знаю, системы. Это ружьишки такие, да? Нет, не ружьишки даже. Ружьишка обычно делает две вещи. Оно либо глушит канал связи в надежде, что в дроне не прописан возврат, и он просто опустится. Даже если не опустится, но улетит назад, он все равно задание не выполнил. Он прекратил наблюдение, уже это чего-то добился. Рэбы, они действуют, либо они перехватывают управление, то есть они способны расшифровывать управление. Не все, конечно, смотря как зашифровано. Но вот у Mavic, я насколько знаю, только очень недавно начали перехватывать управление. То ли какая-то дырка всплыла, бэкдор в протоколе, в шифровании, то ли еще что-то. Но вот Mavic начали перехватывать. А так вообще там, если верить бумагам, как они представляют, там AES-128, в рамках одного полета не вскроешь. Ключ очень мощный для одного полета. Даже 128 бит. Хотя он считается уязвимым, но тут надо учитывать, что ключ-то меняется периодически. Ну и могут длину ключа увеличить там до 250. Но почему-то не увеличивают. Не суть, цель в том, что научились это делать. Второй вариант – это подделка GPS-сигнала. Генерация поддельного GPS-сигнала так, чтобы дрон принимал неправильные координаты и неправильную высоту. Например, высоту ему дают завышенную. А у него там задано висеть на 300 метрах. А ему дают там 2 километра. Автопилот чухает, что я слишком высоко, надо спускаться. И начинает опускаться. И в траву плюхается. А потом уже там пропеллеры зацепились, ушли в ошибку. Все, он лежит. Ты его посадил фактически. Лежит и плачет. Да. Но нормальные автопилоты, они комплексируют сигнал с барометром. Ты видишь, что если GPS и барометр очень сильно расходятся, барометрический высотомет, то, значит, тебе глушат GPS. Соответственно, с этим надо что-то делать. И включать тепорезервную систему образно-барометра. Да. То есть отключать GPS, переставлять его принимать и по барометру лететь. Барометр не точная система. Может, там плюс-минус 50 метров. Ошибка определения высоты. У барометра. Но чтобы удержаться в воздухе и вернуться назад, достаточно барометра, компаса. Чтобы высоту задать, там, 500 метров, уже ты точно никакие деревья не заденешь. И по курсу летишь примерно домой, а там тебя уже подхватят, сигнал восстановится и вернут. Вот. И третий способ воздействия, это просто концентрированный, мощный, высокочастотный сигнал. А-ля микроволновка. То есть, руководитель. Ну, он будет где-то строить всю электронику, наверное. Да. И мобильники тоже, да. Ну, он просто жжет. Прежде всего, он оглушает все радиоприемные тракты, то есть, команды, GPS. Ну, выжигает, в простом языке. Если дрон слишком близко, или там мощности достаточно, он может пожечь электронику. Но даже если ему вырубили радиоуправление и GPS, он уже фактически не применяет. Что может делать такой вот Mavic? Это вот снег, гранаты скидывает в окопы. Ну, насчет, это же третье у тебя, да? Третье? Да, это второй. Например. Ну, с подобных. С подобных. Ну, такой, я не знаю, гранату, наверное, не поднимет. Ну, с подобных, да. По своей подъемной силе, да? Ну, граната там с подвесом, я не знаю, сколько она весит. Ну, под полки его, я думаю, может, он не поднимет. У меня парень, который в Сирии-то воевал рассказывал, ну, еще до этой войны, он рассказывал, что или они, или Сирии-то, Сирии-то, по-моему, делали гранату в бутылку. Ну, каким-то образом там спиливают горлышко в бутылке, да, получается, гранату чеку сразу достают и ее вот так вот с этим в бутылку. А потом просто дрон отпускает бутылку, она разбивается и, соответственно, граната взрывается. Или в чашку. Или в чашку. Ну, да, в какую-то полость такую, чтобы держала эту скобу. Ну, сейчас есть сбросы такие, что они при сбросе, при падении раскрываются, как лепесточек, на 3D-принтере печатаются. Это уже все наделано очень долго, но вот мое мнение, что это все баловство. Да, это сейчас применяется повсеместно, я не спорю, обеими сторонами, но это баловство. Нормальная армия не должна страдать такой фигней. В нормальной армии должны быть другие средства атаки на врага и, соответственно, тоже со сбросом, со взрывчатками, с всевозможными кумулятивными зарядами, но не вот такой колхоз. То есть это вынужденная мера у украинцев, потому что у них просто такого нет, подобного. А у нас, потому что никто не ставил задачи это разрабатывать и закупать в армии. То есть сама идея правильная, но реализация вот этой вот с подвесами, с чашками, это абсолютно временная мера. И я надеюсь, что до наших военачальников дойдет. И после этой войны мы получим уже вменяемое вооружение, работающие по тому же принципу. То есть дроны и бомбардировщики, но уже с нормальными прицелами, которые учитывают высоту, ветер. Они вот так вот по центру кадра, там плюс-минус, вот он вроде бегает, а мимо, полетели назад, перезаряжаться. Ну детский сад. А дальность полета какая? 1,3 метра у них эффективная работа, потому что дальше просто уже РЭП может взять. Ну очень хочется надеяться, что после этой войны другой не будет, да. Хотя мы точно так же надеялись после Второй мировой, когда ООН создавалась и так далее. Но история учит, что она ничему не учит, к сожалению. Но я всем вам желаю Новый год через два дня. Ну и нам вообще всем, чтобы эти военные действия, наверное, были, чтобы последнее на нашем веку, даст Бог. Они должны все прилагать к этому усилия определенные. Я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не Mavic, к сожалению, да, или к счастью. Как вы могли подумать, обед папа, наши друзья, бот в Телеграме, удобный для покупки и продажи крипты прямо в ТГ. И если вы торгуете, можно успешно поторговать между частными пользователями, потому что большой, довольно-таки, порой очень зазор. И можете неплохо на курсе заработать. Все ссылки найдете в описании. В прошлом видео мы обсуждали, что во всяких тех заданиях, что ты раньше в жизни встречал, на дроны, от всяких министерств, обороны и прочее, были такие абсурдные даже требования, но с точки зрения специалистов, типа, сделайте мне, чтобы батарея выдержала минус 50 литий-ионный и т.д. Изменилось ли что-то сейчас в ходе длительного уже военного конфликта, да, и может быть в ходе нашего видео были же эти мысли все высказаны. То есть что-то поменялось или нет? Нет, ничего пока не поменялось, но есть тенденции к тому, что поменяется. Дело в том, что у вояк, но здесь тоже их обвинять вот так как бульно не стоит, я немножко выступлю их адвокатом, у них есть определенные стандарты, определенные требования, которые диктуют им, что они могут заказывать, то есть какие условия работают у техники. Но им кто диктует? По идее им должны диктовать боевые условия и здравый смысл, правда? Да, но для этого должна быть гипотеза подтверждена. Ты не можешь, ну вот у них так устроено, что не можешь такой умный сидишь, и ты придумал, что, ну, наверное, нам нужен там дрон, который можно принять только летом, потому что в Сирии нам нахрен минус 40 эта работа. У них есть определенные осты, которые, например, сформированы, ну это отраслевые стандарты, например, условия Второй мировой войны, да, когда в мороз, там все, вот у нас к автоматам требования, у американцев гораздо мягче проверка стрелкового оружия, чем у нас. Потому что у нас вот было требование, чтобы в минус 40 срочник, которого вчера от коровы оторвали, он кроме коровы в жизни ничего не видел, ему дает автомат, и он должен в нем разобраться, и с учетом всего пофигизма, вот под таким слоем грязи, автомат должен стрелять. И в мороз, и в песок, и в грязь. Калашников идеально соответствует этим требованиям. И для той доктрины это все было сделано правильно. И как бы и сейчас то же самое. Просто те, кто умеет стрелять, они получают более совершенное оружие. Те, кто не умеет, вот АК-74, два рожка и пошел. У американцев там другая доктрина, у них десантные операции, это уже подготовленные люди, они не собирают, ну Sea Power, ее легко загуглить, эту доктрину, которую они прорабатывали после... Sea Power? Морская мощь или океанская мощь. У нас была Terra Power, а у них Sea Power. И у них все заточено под это. Многие пишут, почему там у Союза не было авианосцев. У нас же они нахрен были не нужны. У нас в доктрине не было такой доктрины, что мы куда-то будем выдвигаться, десантироваться и нападать за пределами континента. У нас интерес ограничивался континентом нашим. Ну а авианосец, насколько я читал, помню, он нужен для чего? Просто, чтобы ты подвез самолеты, которые истребители, они же не летят там в США, допустим, в 10 тысяч километров, да? Ну нереально, у него маленькие баки и так далее. Чтобы ты мог подвезти его образно на 500 километров, там, какой-нибудь Сирии, там, Ирану, Ираку, и все, кого американцы считают врагами, самолет стартанул прям с этого кораблика, пролетел 300-500 километров, отбомбился и улетел обратно, правильно? Совершенно верно, но в доктрине Советского Союза такие операции не предусматривались. То есть у нас был массированный ракетный удар с подлодок, с шахтного базирования, с ракет, а десантная операция просто выполнялась десантными кораблями. То есть уже должны были приплыть корабли, высадить десант и уже пешим шагом полетели. Поэтому у нас вот это дурацкое требование к авиадесантированию БМП, из-за чего у нас броня фиговая у всей вот этой брони, потому что она была легкая, она должна быть. Очень много вот этих вот атовизмов еще той эпохи осталось. Сейчас как бы десантировать БМП с самолета, с ИЛа, ну это глупость, потому что этот ИЛ собьют вот просто на подлете вместе со всеми БМП, уже прошли те времена. В 70-е это еще идея могла сработать где-нибудь, и вроде даже пару раз за всю историю это применяли в боевом, именно в боевом режиме, не на учениях. Ну в общем она себя не оправдала, например, эта теория. Но смысл в том, что вот у них стандарты сформированы предыдущими войнами. И они предписывают действовать вот так, что вооружение должно работать от сих до сих. А например дрон, вот у него литиевый аккумулятор, он на другом сейчас летать не может. Нет другой технологии аккумуляторов, который может обеспечить ту же мощность, энергоемкость, массу и так далее. Ну никель-металл-гидридный он будет тяжелый, просто поломощный. Тяжелый. Даже ЛИФПУ-4, который до минус 20 работает, он тяжелее на 30% при той же емкости, что обычный липоль. А липоль это до нуля, ну до минус 5. И все. И ты уже требования Министерства обороны до минус 20, ты уже не пройдешь никак с литиевым аккумулятором. Вот хоть ты треснешь. Хотя вот в некоторых видах, например, в той же радиостанции, там в Азарт, там стоят литиевые аккумуляторы, как они это обходили, я не знаю. Но по именно вооружениям, по средствам наблюдения, по всему-всему-всему, вот минус 20, я знаю, есть требования. И по многим элементам, которые можно купить, и вот на которых построены подавляющее большинство дронов сейчас, ты это требование не выполнишь минус 20. Соответственно, ты не пройдешь первичную проверку при постановке на вооружение своего средства. И все. Орлан летает на двигателе внутреннего сгорания, у него генератор. Там, насколько знаю, есть какая-то небольшая батарейка, так вот, чтобы внутри была. Но в основном у него мотор работает и питается он генератором. Мотор, если запустился, все, он дальше работает. Соответственно, там проще выполнить эти требования. И это одно из объяснений, почему он не электрический, например. Ну, кроме того, что дистанция, конечно, там больше на топливе будет. И на чем, на керосине авиационном? На, сколько знаю, на бензине он работает. Опять же, бензин ты в полях заправил и все, а где ты заряжать будешь в полях тоже есть такой момент. Но коптер ты не построишь по такому принципу. Уже коптеры по действующим стандартам Министерства обороны невозможно принять на вооружение. Значит, нужно менять или делать какие-то поправки в них. Я знаю, что эта работа сейчас идет. Вот используют же пластиковые эти, да, обычные штучки. Ну, используют, как бы, это же не, они же не стоят на вооружении. Но, тем не менее, используют и урон наносят. И то, и то, и то. Какие дроны сейчас, с каких стран, может быть, или какие-то конкретные модели, вот, наиболее тебя впечатлили, и самые эффективные? Вот их же много, там, эти switchblade британские. Вот эти, я видел, которые из труб прямо запускаются, раскрывают свои крылья в полете. Одноразовый такой камикадзе-то, по сути. Ну, это не коптер, а что это на управляемой. Ну, это самолет. Самолет, да. Ну, switchblade технически очень интересная машина. Я его, опять же, разбирал. В телеграмме? Да, в телеграмме, не физически. Кстати, подписывайтесь, много чего интересного там, я так понял. Вот, я, к сожалению, не все могу публиковать из того, что мне присылают. В основном, у меня такой формат, что я словами описываю, как это устроено, без фотографий. Потому что фотографии-то я вижу, но показать не могу. Чего посудить? Ну, люди, скажем, вообще нарушают, когда мне их скидывают. Я потом все чищу, чтобы не было ничего. Хотя, не знаю, что там скрывать. Опять же, от кого-то это switchblade скрывает. Ну, интернет-инфорики, есть обзоры этих там. Ну, да, то есть, вот опять же, логика нашего Министерства обороны, например, взять и засекретить, там, не дать фотографии switchblade. От кого же в украинстве не узнали? Так, вот, я видел обзор, да, это switchblade, прям от Министерства обороны, там, Британии. Ну, как рекламный ролик, знаешь, как промо-ролик продукции. У нас, знаешь, что засекречено? Характеристики луча наведения Краснополя. Краснополь — это управляемый артиллерийский снаряд, которым лупят бронетехнику. Выстрелят из пушки, у него раскрываются стабилизаторы. И при подходе к цели, вот, с дрона Орлан-30, он лазером зайчик солнечный делает на цели, пятнышко. А Краснополь видит пятнышко и идет на это пятнышко. И вот этот луч, он имеет определенные характеристики. Длину волны, модуляцию, там, защитную, иногда по нему код идет, на просто чистота, там, различные варианты существуют. И, как бы, ну, Краснополь поражает цель. Уже со всех концов говорят, что, ребята, у нас Краснополей много, а Орланов мало. Дайте нам этот наводчик для Мавика условного. И мы будем наводить Краснополь с Мавика. Но министерство обороны, ну, не конкретно министерство обороны, а вот вся вот эта наша структура военная, она не разглашает характеристики луча, чтобы, ну, условно, вот, частные производители, вроде меня, могли бы сделать эти наводчики. Спрашивается, для украинцев секрет этот луч? Нет. Они уже наверняка позбивали не один этот Орлан-30, и уже все знают. Американцы тоже знают, от кого вы скрываете? Почему вот вы своим же не даете это делать? Или вы боитесь, что мы этим лучом будем наводить на какие-то объекты здесь? Так нам же для этого Краснополь надо взять, и гаубицу к нему еще где-то. Ну, мысль, логика где? Вот просто. Нет, нельзя. И фотографии вот этих вот свитчблейдов, всего трофейного тоже нельзя. Это ай-яй-яй. Сейчас, я вчера читал, создают какую-то параллельную структуру, типа там образно ВПК весь объединяют, да, и Медведев поставили туда заместителем типа председателя. Ну, председатель там Путин, получается, Медведев там первый зам, и туда же входит Патрушев еще. И получается интересная ситуация такая, когда в Совбезе, получается, Патрушев главный, Медведев зам, а в ВПК, вот в этой новой структуре большой, получается наоборот. Путина нет, естественно, там никогда на месте, соответственно, Медведев первый зам, он начальник, а Патрушев подчиненный. И представь, они выходят, собственно, ну что, идем в Совбез, там, ну да, там, потом вышли с Совбеза, местами поменялись, такое какое-то. Но вот эти вот структуры, которые сейчас создали, это же, она призвана, насколько я понял из описания, призвана бороться с бюрократией. Вот те решения, которые наверх не пропустила, может, какие-то хорошие, передовые, вот бюрократия среднего уровня, они призваны все это разруливать, и чтобы вот до них доходило, и они принимались решения. Но на твой взгляд, будет ли иметь эффект какая-то еще одна, по сути, бюрократическая структура, возможно, тоже неповоротливая, возможно, еще более неповоротливая, чем сейчас существуют механизмы? Сложно сказать. Я вообще не сторонник огульных реформ, а-ля вот рубить с плеча. Знаешь, даже вот эти вот стандарты, которые я вот сейчас ругал, они-то на самом деле правильные, просто их нужно очень грамотно переработать и сделать исключение, продумать исключение. И на текущий год, да, на календаре, наверное, поправку дать. Хотя бы на текущий год. Вот, кстати, украинцы в этом плане, вот можно у них поучиться, потому что они собирают свою тусовку властную в течение, там, нескольких дней, принимают исключение, например, законодательство. Вот у нас сейчас до сих пор нельзя ввозить там много вещей, в том числе и дроны, потому что двойного назначения таможня рубит, и таможня действует абсолютно правильно, потому что они действуют по закону. Закон никто не отключал. Закон продолжает действовать. Все наезжают на таможенников, а таможенники действуют по инструкциям, которые актуальны. Просто украинцы вводят на год исключение. То есть он автоматически отменяется через год, если мы не продлили. Как приостанавливаться мораторий. Да, все, вот нам нужно это хорошо. Значит, мы вот сейчас снимаем это ограничение на год. А через год либо продлим, либо у нас все вернется автоматически к исходному. У нас вот сейчас такое сделали, например, с импортом товаров. Вот сняли же это ограничение на 200,5 долларов. Сейчас стало тысяча снова. Безлимитный покупка, параллельный импорт. Здесь-то смогли, а какого черта вот здесь не можете? С параллельным импортом история такая, что мы видеокамеры закупали. Можно уже плюс-минус даже по почти такой цене их было здесь купить. Но они говорят полгода гарантии. И я как-то не готов рисковать. Мы снимаем там по 3-5 часов без перерыва. Полгода гарантия, она у меня вполне возможно сгорит. Я потеряю там 5-6 тысяч евро на одной камере. А так уже научились, да, завозят это, естественно, все. И будут завозить. Ну, наверное, кроме каких-то там сверх этих чипов, да, вот, которые в ракетах используются. А с чипами вообще смешно. На самом деле это вообще не проблема. Опять же, наши украинские и другие товарищи, они очень активно публикуют и фотографии плат сбитых ракет. Ну, не все ракеты долетают, это не секрет. Описание, какие чипы. Они это все выставляют так, что, ну, все, как сдец, там только импортные чипы. На самом деле импортных чипов, вот, в Искандере я насчитал, если мне память не изменяет, 4, в калибре 6 на всю ракету. Это очень мало, на самом деле. Да, они высокоинтегрированы, это мощные плисы, это мощные контроллеры. Ну, основная масса, там, отечественной комплектухи. Ну, и сама ракета, остальная, там, двигатель, гироскопы, это тоже значительная часть технологии, не надо ее выпускать. То есть, на самом деле их не так много. Ну, вот, просто прикинь, ну, 6 чипов, да, ну, каждый размером, мы будем считать, с полспичечного коробка по площади. Сколько их влезет в рюкзак обычный? Ну, штук 300. Вот, ты берешь рюкзак, покупаешь где-нибудь в Корее, там, 300 чипов. Ну, река, шлирмутом, одноневку или, там, на месяцок, там, да. Набиваешь рюкзак, либо ты в багажнике их ввозишь через Северную Корею как-нибудь, либо Дедпочтой через посольство. И вот у тебя на 300 ракет уже есть комплектуха. Сейчас сбивают украинцы ракеты, у которых на чипах дата выпуска июль 22-го года. То есть, свежа очень? Вообще свежа. То есть, ее спаяли же еще после этого, чип выпустили, его купили, привезли, спаяли, запустили эту ракету. Ну, где-то в сентябре ее запустили. Ну, то есть, эта ракета по-любому спаяна не ранее июля. Ну, и не ранее, чип выпущен в июле. Соответственно, санкции уже у вас, черти сколько, продолжают закупать и хоть бы черт. Вот, мне сложнее, наверное, дороже, конечно, дольше. Дороже, ну, процентов на 20-30 будет дороже, даже на 50. Там остальные расходы, они в разы больше, чем эта стоимость чипов. То есть, вот это вот запрет на ввоз чипов, он дебильный. Он ударил, прежде всего, по бизнесу, по ремонту техники, вот по мне, как по частному производителю. А оборонки, да и на эти санкции вообще по барабану, они этих чипов купят сколько угодно. Тем более, плюс бюджеты не ограничены бездонными. Конечно, а там и не такие большие бюджеты, эти чипы не такие дорогие. Даже американцы признают, что русские научились использовать чипы общепромышленного исполнения. То, что есть там спейс-исполнение, да, его хрен купишь. Даже внутри США там нужно прям полный контроль жизненного цикла этого чипа. Но по большому счету технология кремниевого производства, она сейчас настолько продвинулась, что общепромышленное исполнение, оно превосходит космическое исполнение микросхемы компонентов СССР образца там 80-70-х годов. Потому что у нас было минус 20, плюс 75, насколько помню диапазон работы чипа. А у современных общепромышленных минус 20, плюс 80. А как бы уже полной плюс 125, потому что кремний термостойкий, уже и чипой до плюс 125 выдерживают. То есть этот рабочий диапазон общепромышленного чипа, чипа, он получается больше, чем военный диапазон 30-летний данный. Соответственно, встает вопрос, а так ли нам нужно вот спейс-исполнение, да, если мы можем взять общепромышленный чип. И наши ставят общепромышленный, наверняка это все испытывалось, проверялось в камере, в термокамере там везде. И это доказало, что это будет работать. И ракеты прекрасно летают с общепромышленными чипами, а их вообще никак не проконтролируешь. Ну обычный вот. Дешевле, только распространеннее это консамерс. Но у некоторых чипов даже нет такого сейчас подтипа потребительского, потому что их сразу делают общепромышленными. Опять же, потому что технология она такая, что уже хуже сделать, дороже выходит, чем сделать нормально. Поэтому это какие-то старые, а вот современные все уже идут так. Минус 20, плюс 125 у них диапазон, минус 30 у некоторых. Украинские военные производят уже какие-то собственные разработки дроны или нет? Ну вот прям свежачок какой-нибудь. У них есть разработки интересные, но у них проблема та же, что и у нас. Бессистемность и голод в оборонке. То есть их также не спонсировали. У них есть, например, стугна эта, если взять пазырком, там тоже ракета, она летит. Я видел много роликов оттуда, там прямо она с экраном, там записи. Ну это фактически аналог нашего корнета, но украинцы сделали его более грамотно. Причем я как туляк, я в 2005-2006 году, я слышал разговоры, что у нас тоже хотели сделать корнет с таким экраном. Но решили, что ну нафиг этот экран отдельно таскать, неудобно еще потеряют его. Вот в комплексе лучше. У них лучше, как показывает практика. Ну это ПЗРК, а именно по самолетам, дронам? Самолетам у них есть несколько дронов. Ну как, у них всегда была Фурия, у них Лелека есть. Но опять же я их разбирал, там чистый Китай. Ты разбирал виртуально или виртуально? Да, чистый Китай внутри. Вот последние Камикадзе, которыми бомбят приграничные города у нас, дроны Камикадзе. Это вообще очень интересный дрон. Они пяткой в грудь бьют, говорят, что это украинская разработка. Но абсолютно по всем признакам этот дрон не только американской разработки, он еще и изготовлен в США. Потому что мало того, что элементная база нетипична для наших широт. Вот даже марки сервомашинок, марки приемников, марки проводов, которые там используются. Припоя. Ну припоя мы не знаем. Ну я в образу. Вот производитель проводов, ну в наших широтах, что Украина, что Россия, нам ближе к Китаю. И в общем-то, ну все так и делают. Покупают там китайские турниджи какие-нибудь, вот сервомашинки. Ну если потому что это не дешевое. Там условный хай-тек, так марка хай-тек сервомашинок, она нетипична для наших широт. Она в свое время использовалась. Вот мы покупали, когда аппаратура, вот был такой магазин башня. Американский, вот с башни покупали. Но потом как-то Китай все это вытеснил, и у нас вот рынок поменялся. У нас в основном китайская вся аппаратура. В Камикадзе никто не потащит со штатов хай-тек. Но самое главное, фюзеляж сделан из картонной трубы, обклеенной карбоновой тканью. Картонная труба фирмы Юнис, Made in USA. Ну картонную трубу уж точно из штатов бы не потащили, чтобы делать дрон. Ну да. Из Китая какого-нибудь, телеместного производства. Телеместного, да в конце концов пластикового надо было использовать. То, что они же сейчас, ребята ржут, они сбивают периодически эти дроны, а в них силикогель. Потому что влажность отделалась. Да, оказалось, что картон впитывает влажность. Кто бы мог подумать. Ну вот у нас картон есть сейчас в следующем выпуске. Или к концу этого покажу, что здесь, да. Поэтому досматривайте обязательно до конца. Хорошо, вопрос. Второй удар по Энгельсу, по военному аэродрому. Где эти тушки стоят, стратегическая авиация. В том числе и ядерные всякие, которые могут внести ядерное оружие. Второй удар прям в день ПВО. Расстояние от Энгельса, такая Саратовская, по-моему, область. Короче, ну там 700 тысяч километров от Украины. Никто ничего не говорит. Кто, чем, ну говорят. Русские окивают беспилотник украинский. Да, ну признают украинский. Все там обычно же знаешь, как у нас там. Ай, там бензовоз взорвался. Там курили не в том месте. Здесь уже признают, что украинский типа беспилотник. Вот какая штука, какого примерно размера, да. И с какими она двигателями вообще. Это твердотопленные какие-то или это внутреннего сгорания. Вот может безнаказанно пролететь по российской территории там 700 тысяч километров. Вот если как авиаконструктор, да, вот с кем ты являешься, предположишь, что бы это могло быть? Дрон, самолет, ракета с твердотопленным двигателем. Что? Стриж. Что это такое? Туполевский. Разработка КБ. Ну при первом ударе говорили, что это какой-то старая советская разработка. Но это он и есть. Ну там видишь, как КБ Туполева разработала серию беспилотников разведывательных еще в СССР. Первый, по-моему, был рейс. Вот как ты рассказывал, которые летали для аэрофотосъемки или садом что-то с камерами врага фотографировали. Это пчела. Пчела маленькая. А Стриж, он размером с автомобиль и запускается он из пусковой установки с грузовика специального. Ну там есть рейс. Ну как Шахиды, я видел, они в грузовике прям уложены на такие рельсы, поднимаются чуть-чуть. Он с виду как реактивный самолет, только небольшой. У него реактивный двигатель, у него крылья треугольного. Ну небольшой сколько? Два метра, там три? Метра четыре, я думаю, длиной. Метра четыре. Большая дура. Он по задумке изначальной, у него стоял вот такой примитивный автопилот. Ну конечно не с диском, там как у Фау-1. Но что-то подобное, потому что программа полета задавалась вот такой панелью микриков. Их надо было нащелкать по специальной программе. Эти программы там просчитывались, тестировались. Это до компьютерной эры еще. Но это уже такая ранняя компьютерная эра. И это было такое программирование. То есть программирование микриками. То есть поворот направо, налево. И в основном они применялись для полета к натовским странам. Это значит на Курильских островах. И соответственно с этой стороны Советского Союза, с стороны Украины. Чтобы не было риска для пилота. У них стоял отсек с фотопленкой. Он летел. Вылетал на цель. Как правило на большой высоте. Снимал объект. Возвращался. Сбрасывал сначала эту фотопленку на парашюте. Потом на парашюте садился сам. Причем изначальный вариант самолет уже терялся. Он был одноразовый. И только фотопленку сбрасывал. Но потом прикинули, что лучше его тоже... На парашюте присадить, да? Да. И на парашюте он плюхался. Его краном обратно засовывали, дефектовали. И в следующий раз запускали. Как бы автопилот этих аппаратов, он старого образца. Он образца 70-х годов. Неточный. И в нем нет функции падения. То есть он летает по кругу и возвращается в точку. Но сам самолет, сам носитель, он хороший достаточно. Достаточно актуальный. И Советский Союз умел делать такие вещи. Соответственно, вот мое предположение. Потому что обломков никто не показал. Но предположение базируется на том, что этими стрележами уже стреляли. Стреляли в 14-м, 16-м, 15-м годах. И даже в начале этого конфликта ими стреляли. Но стриж был не переделанный. И он по привычке полетел на запад. И в итоге он где-то там то ли в Чехии упал, то ли в Польше. А, ну что-то было такое. Да. Он там плюхнулся, никого вроде не убил, но шороху навел. Только что автопилот нельзя в него сейчас современный впихнуть. Вот. Они это и сделали. Они выдрали старый автопилот, поставили современный. Опять же, еще очень сильно веса сэкономили. Потому что там гироскоп механический. И все там, я думаю, килограмм 30 они с него скинули. Опять же, нет фототехники. То есть килограмм 50-70 туда взрывчатки можно запустить. И автоматом дальность полета еще увеличили. Он легче стал. Ну, они компенсируют, скорее всего, взрывчатки. Там же центровка тоже имеет роль. У него и так дальность-то хорошая. У стрижа полнотысячи километров и есть. У рейса 200. Или наоборот. А работает он на чем? Какое топливо? Насколько знаю, керосин ТС-1. А, ну то есть внутреннее сгорание, да? Реактивно. Он летит тысяч километров в час. Он почти к сверхзвуку подходит. Почему его не могут? Вот он пролетает на территории 20 областей всяких. Ну, 10 пусть, да? И везде ж типа там хваленые ПВО и так далее. Почему он пролетает? Да, это как плотность ПВО, она же не такая. Я же говорю, всегда можно найти щелку. И при такой скорости, это шнегера, который 180 метров в час идет, при такой скорости он просвистывает мгновенно. Еще можно высота небольшая или это не высота небольшая? А чем меньше высота, тем меньше время, которое цель находится в прицеле. То есть, ну, стоит какой-то там, допустим... Город Артика, да? Ну, какой тор. И вот он летит, он его увидел, и у него есть 12 секунд, чтобы принять решение. Он должен его опознать, может, это свой истребитель летит, принять решение, выпустить ракету, и у него есть один выстрел. Все, ракету навести и попасть. Не успевает. Не успевает. Это надо либо прям вот плотно заграждать это все дело ПВО, а ПВО опять же там нужно. То есть, ну ладно, мы сейчас Энгельс, допустим, оградим, так их полно аэропортов и других. Москва, например, тоже. В Москву тяжело промазать, она большая. А не обязательно в Кремль, достаточно вон просто бахнуть куда-нибудь на улицу, и уже шороху будет. И, кстати, этого многие опасаются. Рублевка, а больше всего, мне кажется, напрягалась сейчас. Рублевка. А сегодня... Значит, это своим путь. Да, Данилов там или кто, ну, секретарь СНБО там украинского какого-то совбеза, типа, да. Просто после, ну, есть информация, что после там Энгельса, естественно, авиацию, которая осталась, попрятали подальше. Типа Приморье там, ну, опять же, это же так. Ну, пусть даже Приморье, да, это получается Дальний Восток, это уже от той же Украины, да даже от Москвы там 10-15 тысяч. И украинцы заявляют, что мы там, типа, ебанемы и туда. Но мне кажется, там на такие расстояния 10-15 тысяч километров, ну, это дофига делов. Это не каждый, стратегическая ракета долетит. Нет, вряд ли они туда достанут. Ну, скажем так, если им такое дадут, потому что у американцев это есть. Да это считая межконтинентальная ракета, как это должна быть, на 10-15 тысяч. Ну, в принципе, я смотрю, откуда бить. У нас же проблема какая с Украиной. У нас с ними спецоперация, у них с нами война, у нас с ними спецоперация. У нас очень много поблажек, у нас огромное количество украинских беженцев. Кто знает, кто среди них есть, кто среди них просочился. Тетенька-то это просочилась, которая взорвала Дугину. Это слабо верится, но пусть будет так. Ну, пусть будет так, да. Ну, кто-то обязательно просочится в ДРГ, и всякие заходят. Это тоже недавно уничтожили, вот такой десантный милок. Я сегодня читал, что они на минах подорвались все-таки. Ну, кадры такие были. Это тоже, как бы, мин это были заложены против кого? Против жилосей. Я к чему, что есть же не обязательно через всю Россию лететь. Можно арендовать катерочек, на этом катерочке приплыть к берегам. И пустить с воды, потом дропануть с этого катерочка. То есть, вариантов-то много нанести удары. И вот эти вот точечные раздражающие удары, они будут наноситься, продолжаться. Их будет много. Ну, пока одни будут ракетами стрелять, другие будут стрелять чуть другими методами, чем удается. Чем удается, да. А вопрос тогда, откуда у Украины эти стрижи? Это остатки наследия, если это стриж, допустим, с СССРского, да? И остатки, потому что это была приграничная. Ну, в том числе Польша и Украина. Это была приграничная страна, и, соответственно, они там базировались. В Румынии. А во-вторых, их, по-моему, делали на Харьковском заводе. И, может, остались технологии чертежи. Ну, заделывая. Они их длительное время использовали как мишени. То есть, они их запускали и по ним стреляли. И вот, кстати, та история, когда они умудрились сбить ту 154-й с израильтянами полный. А, ну, давние. Это как раз там шел стриж. Но стриж маленький, а ТУ-154 большой. И ракета С-300, она просто выбрала пожирнее цель, избила туполь. А стриж не заметила. Но там еще ошибка, конечно, расчета была, что он не выделил цель. Но, тем не менее, они использовали эти стрижи. У них их настолько много было, что они их расходовали как воздушные мишени. Скорее всего, у них их там есть. Кто-то говорит, что их нет. Но чисто логически, если исходить из того, что это был стриж. А наши изначально сказали, что это был беспилотник советского производства. Ничем другим это быть не может с такой дистанции. Но стриж, рейсы, опять же, их там на самом деле очень много. Это одно и то же, но просто разных поколений. Ну, ради трех-пяти самолетов никто бы не затевал модернизацию. Соответственно, если их модернизировали, значит, их там есть какое-то количество. А русские почему не используют такие самолеты? Я на камеру не буду это говорить. Ну, по той же причине, почему у нас нет гераний. Ну, стриж это герани на максималках. Что мешало на базе стрижа сделать камикадзе или кроватую ракету? Тем более давние же разработки, да, советские? Ну, конечно. Отработанные уже, там куча тестов, куча падений. Все у нас производится. Опять же, тысячи кадров в час его хрен собьешь. Герани-то, понятно, она берет массовость, но это Украина же нет нормального ПВО. Если бы мы сейчас воевали с какой-нибудь Францией, например, там уже герани были бы не так эффективны. А вот стрижи, может быть, бы и пробивали это ПВО. И скажи тогда еще, пожалуйста, вопрос. Меня всегда интересовало, вот сажусь в самолет, на прошлой неделе летал, смотришь эти вот, Boeing, Airbus, да. Ну, два крыла и такие огромные круглые штуки. Я там читал Rolls-Royce, там для них моторы делал. И вот такой вот гигантский пропеллер. Я понимаю прекрасно, как работает двигатель внутреннего сгорания у меня в бензопиле, допустим, в мотоцикле, в автомобиле. Плюс-минус я все это вижу и понимаю. Но когда я вижу круглый такой цилиндр с пропеллером, и я вообще, я теоретически догадываюсь, что это и есть двигатель, но я абсолютно не понимаю принципа, как он действует. Ну, наверное, раз впереди вентилятор, то он... А, ну, винтовой самолет, естественно, типа Ан-2, там Ан-24 понимают, да, как действовать, за счет чего. Но вот как действует этот турбореактивный двигатель, впереди какая-то лопасть, он засасывает воздух, что происходит далее. В общем, можем... Смотри, у тебя вот есть труба, с одной стороны, запаянная, условно, да? Да, если в ней будет происходить... Запаянная с одной стороны? С одной стороны, с другой стороны дырка, вот. Все, закрывает. Если будет происходить горение топлива, то будет реактивная тяга, правильно? Ну, то есть в эту сторону? Да, ну, как вот ракеты, ферверк спускаются, твердотопливная. Ладно, давай так, вот я захожу в самолет впереди, вот я вижу двигатель, вот я вижу здесь вентилятор. Сзади ты видишь сопло? Сзади дырку сопло. Да, а спереди у него турбокомпрессор, потому что, чтобы максимально использовать, ну, скажем, чтобы топливная экономичность была максимальная, у твердотопливных двигателей и ракетных двигателей, у них и топливо-окислитель находится в баках, а мы используем кислород из воздуха, из окружающего окислитель берем. Соответственно, у нас только топливо надо нести на борту. А чтобы оно там горело, оно уже будет гореть и вперед и назад, чтобы оно вперед не горело, там стоит нагнетатель, который создает давление, которое запирает. То есть он там просто большой вентилятор, который дует и нагнетает под большим давлением, сжимает воздух. Сюда подается топливо, оно горит, здесь у него давлением уперто, он туда не может пройти, у него один путь назад. И он, ну, в классике он вылетает струей. И эта струя дает тягу, по сути? Да, это одноконтурный двигатель. А понятие двухконтурного двигателя, этого современной, это когда эта струя еще по пути крутит турбокомпрессор, свободную турбину. Ну, или не свободную турбину, но турбину. Турбокомпрессор это вот, это турбина. И через этот же вал, помимо вот этого вот компрессора, многоступенчатого, еще крутит большой вентилятор. Это второй контур. Потому что чисто реактивный двигатель неэффективен. Вот если ты посмотришь на какие-нибудь там Ил-76, у него двигатели маленького диаметра. Трубочки такие висят, миллипусечные. А у современных они здоровые. Почему? Потому что аэродинамика показала, что двигатели, у которых есть вентилятор, который воздух просто качают, они эффективнее. Топливная эффективность выше, чем у чисто реактивного. Соответственно, вот это называется степень двухконтурности. То есть, насколько у двигателя отношение тяги, которая создается выхлопом реактивным, к тяге, которая создается вентилятором. Ну, вот этот вентилятор просто засосать кислород, по сути, да, воздух. Это турбокомпрессор. То есть, сначала стоит большой вентилятор, он качает снаружи двигателя, мимо. Вот двигатель там внутри, он маленький. Ну, сколько он, может, сантиметров сантиметров. Реально такой маленький? Да, он небольшой. Нафига это какая-то такая большая труба? Да, это вентилятор. То есть, вот вентилятор он качает мимо двигателя, а турбокомпрессор, он меньшего диаметра, раза в четыре. И он уже, несколько ступеней у него сжатия, он уже крутится и воздух частично, то есть, вот по кругу он прокачивается. А этот уже засасывается внутрь, сжимается, подается в камеру сгорания, туда топливо распаляется с форсунок кольцевых. И уже тяга реактивная, плюс этими газами крутятся турбины, которые крутят всю эту балду. Если меня не изменяет память, по 9 тысяч лошадиных сил вот этот маленький движок один такой. Может, я ошибаюсь? Вот если вы на вертолете Ми-8, 2000 лошадиных сил, я делал под него стенд. Это страшная вещь, когда это просыпается, зверя ты стоишь полтора метра от него. Ну, я на таких не летал, на этих Робинзонах летал Робинсон. Ну, там поршневой мотор. Такой выпуск, ребята, если вы знаете вдруг точные данные, плюс-минус по двигателям, там роллсовские такие, да, там столько-то лошадиных сил вы можете написать в комментариях, нам будет с интересом прочесть, освежить знания, проверить память. И если вы подпишетесь на канал, поставите лайк и зайдете еще в телеграм-канал Сергея, там все это увлекательно, то я, так и быть, покажу вам, что здесь в следующем видео. Следующее видео про Колумбию мы хотели, собирались рассказать об этом сейчас. Разговор не менее увлекательный. Я надеюсь, ушел чуть в другую сторону, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск про Колумбию, Сергея, там про колумбийских наркобаронов и русских, наверное, в том числе. Но обо всем этом узнаем через несколько дней. До встречи, обнимаю, пока! Субтитры сделал DimaTorzok